всем привет с вами снова филрана смысл новый джон пайр стрим это все те же реплей чеки с августовского турнира c как я обещал еще один тут у нас играли phantom 7 и и горон короче и горыч соответственно красный фантом у нас за турок а и горыч за голландию боёчек мне довольно таки понравился а чем увидите дальше так это у нас было первый тур карта та же самая говорил в прошлый раз что карта мне кажется так и будет вот это в основном хотя и допущены все но народ по ходу любит именно эту так тут бегает дипломат сокровища собирает турк пошел сразу себе пятак ставить тут налегает на еду но турки кстати классно за счет того что у него рабочие ни хрена не стоит бесплатно создаются вообще по красоте можно быстро на века переходить но он в дешку игрались смотрели реплейчики там тоже самое так много народ за турк играет мне кажется как раз таки за счет вот это вот что рабочие делаются сами париться насчет них не надо но грейтики в этой печете сделал и все это будет тоже как-нибудь за турк поиграть с перемирием правда но все же в принципе у меня была мысленка как попробовать за них сыграть поглядим так карточки что здесь за деки пока никто не выбрал а здесь где-то три рабочих минитмены и лично так и ресурсы еда дерево дерево золото вызов копьеносцев может быть так три всадника банк здесь уже послаще тут я так понимаю уставка на третий век на третий век на как можно быстрее прыгать так это тут забирал томогавка так 10 рабочих на еде деревцом что-то не собирает а здесь 8 рабочих на еде тут еда вообще ничего не тратить хотя у голландца тоже не за еду там за золото так тут идет разведка я буду от сокровища подпиздил почему бы нет зачем противник поставлять 30 конечно не так много но все таким так и тут хоть гуляет гейзеры еще по красоте так здесь век уже заказан здесь как-то уже заказан пошел дерево ковырять ну под банки видимо здесь все еще еду ковыряет хотя мне кажется уже было бы славно переходить на другие ресурсы это сейчас мой странный ход был не совсем не понятен а вот забрал красавчик услышал меня так тут рабочий чё-то шароёбец ходит а подгоняет вот это собственно то о чем я говорил в прошлый раз правда сейчас ебнет лишним быкам досадно но все-таки подгоняет дальних дальние стада а здесь здесь тоже была попытка начата ебнул так турка наверное на мечеть строит собирает ресы чё у него так здесь уже принципе почти что банк должен быть готов а здесь стран мечеть по моему 200 стоит так три рабочих тоже различные ресурсы еда 2 на дерево 2 на золото 5 яны чар на апгрейды на сборы им кавы яны чары яны чары завода и ну в принципе хорошо так фургон фарпоста и золото интересно но имеет смысл почему нет лишние дополнительные деф так здесь что-то банки не строить 7 рабочих 6 там всего 14 а тут у нас 10 14 и 1 а вот первый банк пошел странный метод подгонять здесь нашел тоже разведка бегает в принципе он найти более менее подогнал я бы еще вот этих нам попробовал бы так ну дипломат скорее всего жопа хотя не должен убегать так тут бизончики золотишко стоит это тоже на двух пятаках сидит кстати по он довольно таки давно вот для чего видимо большого количества дерева собиралась нихрена не для мечети вот единственно странно я думал турки как можно быстрее будут строить мечеть чтобы намного быстрее делались рабочие лимит понятно там по 1 лимит тридцатка что ли или 45 или 25 ну в любом случае от лимит еще долго было забивался а вот что касается мечети наверно сейчас вот этого дерева будет строить тут уже два банка строится казарма домики еще один пятак 3 чё по карточкам взял получается один банк халявный дерево тут может еще банк ставить рабочие вот она мечеть наконец-то но сейчас видимо в ней будут взяты апгрейд как раз таки так здесь было взято золото дерево тоже рабочие банк еще и а вот он как раз получается один банк поставил один видимо с поводочкой сейчас заказал а тут тем временем еще один пятак четвертый петла жирует тут ребят пассивно как-то вообще никаких попыток нету на атаку и т.д. осуждаю я сама т.д. поиграю во всех страдках что в она раде сижу жду пока на меня нападут что в принципе в остальные их так здесь кава делается что-то в мече а вот 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 система перелома вот он лимит и скорость тут уже четыре банка топчет карточки не пикает стран почему можно было бы на золото и век в принципе иду он почти набрал и начать дополнительно ну ладно так это хоть гуляет здесь чем есть карточки не застаиваются здесь уже все дерево ну правильно брать банки нужны тут экономический бум но никакого дефа нету так кау тут делается нет еще нет третий век четыре гусара еще пятеро заказаны а а тут против гусар ащи ничего нет на век на потихонечку будет копить принципе да есть но еще нужно золото так чё по рабочим двадцать два четыре банка двадцать никаких банков но при этом третий век так ли куда деньги одеваешь тоже конюшню строит рабочий нахер они делают вот правильно пятый пятак дорога полностью под контролем у турки он даже ее прокачал нет походу тут разведка стоит если вдруг нападать будут о пошел пятак же еще воителями ну сейчас им дадут просраться по идее кстати а где его еще всадники у него же их должно быть 4 плюс 5 или у нас а вот вот еще пятерка хорошие были застрелы отдались просто так тут еще пятерка вылезла так ну он сказал рейтеров тут уже четвертый век заказом двадцать один рабочий двадцать два уже так а тут у нас четыре банка девять десять на золоте одиннадцать тоже получается а нет стоп это только третий век отстает плюс еще солдат пачку слил обидно я вот только не помню в честь кого там можно переходить к векам чё там сейчас на четвертом веке вылезет кава пять рабочие стоят ну кстати маленький простой быстро контролирует у меня некоторые бывает так что бля если чем-то другим занят рабочие долго могут стоять ни хера не делать золото по идее косарь да кэшбэк тут уже пачка рейтеров я так понимаю вызвано еще с карточки было да вот она девятка десять этих девятнадцать рейтеров еще пятерка пятнадцать маджит сейчас огребет здесь еще подкреп делается здесь конечно маленький у него резко почти нет а здесь девять всадников четырнадцать пятаку хана хотя учитывая что он на четырех на пяти сидит мне кажется потери одного не надо не настолько критично самое интересное он их раскидал на ресурсы на дерево 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 опыт опыт еще они играли в стандарт кстати я обычно играю в классику где-то вот этой монополии ну и все казалось бы казалось бы да здесь одна кала в принципе рейтара должны контрить а если еще и застрелы закрыть застрелы еще и перестрелять помогут тут подкреп тут ничего есть карточка в принципе подстроить лимита можно было бы еще семерку сказать он в атаке пошел но тут у нас восстание и все рабочие превращаются в революционеров и вот эта армия резко становится меньше вот этой к слову почему этот реплейчик меня заинтересовал мне давно было любопытно посмотреть исполнение революции грамотное я-то всегда с перемирием что там за голландию чисто пофанится поиграть а тут вообще по красоте он получается вызывает две пушки они приходят он делает революцию и все его армия становится больше за счет революционеров есть две пушки перебить пехоту и все тут уже стенку делают поможет ли только она просто вот революция все все сразу переменилось вся армия голландии растаяла пацаны я бы на вашем месте садился на корабль уклон другой континент кстати не помню что вот эти все революции дают по ливии или как так она называлась так тут заказано 16 милиционеров и 4 гатлинга нихеровый такой приток солдат ну здесь вообще ничего нет ну дальше уже тапочки как сами понимаете ретард не сделают ничего здесь гусар может быть они что-то и сделали кстати не знаю у этих пацанов чё тут а у них против легкой као наверное стражники да нет тут уже тут гиги самое прикольненькое то что турка продолжает получать ресурсы с пятаков тут на еду переключил тут на еду переключил тут опыт еда и золото не знаю правда зачем ему золото гатлинги появились ему с карточки в принципе мне кажется вот два пятака может было бы на опыт или все например на опыт на один прогон получить форт поставить форт а дальше на еду и чисто за еду покупать 7 милиционеров гасить ими хотя здесь и так вся вот эта первичная армия которая сюда пришла она и так справляется рабочие минус городской минус ну чё у него тут вот эти сопли остались чё он конюшню построит чё у него по деньгам вот этого не хватит чтобы пронести и вот это вот всё нужна пачка гусар и пачка рейтаров по идее а вот он форт кстати снести пушки нет сначала гатлинги потом нарпушки и то пока вы будете сносить что-то одно другое вам перестреляет нахер потом я думаю вот на этих напасть я вот не знаю они хороши вот это вот и показывает скорее всего они как застрелы то есть хороши против рейтаров но не очень хороши против гусаров а можете как ну штыков у них вроде нет или есть нет штыки есть бля супер профессионал пишите они хороши они как застрелы или как мушкетёры по кому лучше наносит урона эти зажирают здесь и всё походу синий просто тянет время немножечко крестьян тут всех перестреляли сейчас просто приходит наверх до свидания а кстати дипломат выжим неплохо здесь карточка но призывать ее некуда тут уже форт ставится и всё тапки можем домотать минус и последний минус а этот побежал но походу тактиками темика выживаем всё вот в целом я говорю мне очень понравился этот ход с революцией чисто появляются пушки переход в революцию и всё и просто вся армия которая здесь шла рассыпается нахер от уже превосходящих сил которых вроде бы и не было только что ни пушек ни этих что там кава сидела так больше всего резов набрал синий но ему это не помогло но не намного синий мне кажется вот эти вот сколько здесь ну примерно две тысячи мне кажется он добрал в момент когда там уже была революция он продолжал рез собирать так это он по еде по лесу в принципе его обошел турка а по военному турки всё потери отрядов 11 убита 120 это вообще красота уэска в десять раз больше такое не часто увидишь вот и здесь собственно все ресурсы в принципе шли где-то синий потом сравнялись потом опять синий а потом революсион но все равно вот он приток идет от дороги если б не дорога по идее была бы просто вот такая вот прямая а так вон ну чё до нуля все эти упали ну и здесь потом их подрезали было 27 всего какой-то вот такой вот прикольный боёчек был остальные боёчки в турнире в принципе обычные ничего супер специфичного там не было поэтому я и не стал комментировать вот ждем теперь следующий турнир ну а сейчас с вами был филранес всем пока и до новых встреч